Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове открылся завод по производству сценического оборудования. Он будет выпускать продукцию, которая необходима в театрах, концертных залах по всей стране. Часть ассортимента предприятия уникальна. Ее аналогов на отечественном рынке нет, рассказали в областном правительстве. Уже заключены договоры о поставке продукции с ведущими театрами Москвы, Калининграда, Казани. Завод построен по программе Министерства экономического развития России. Строительство началось в 2022 году. Инвестиции в проект составили более 350 миллионов рублей. На новом производстве планируют создать 60 рабочих мест. Пассажиропоток «Победилова» вырос на 11%. За март этого года Кировским аэропортом воспользовались 29 670 пассажиров. Как отмечают в пресс-службе аэропорта, рост пассажиропотока в основном связан с открытием рейсов в Казань, а также с увеличением загрузки рейсов авиакомпании «Победа». Больше всего пассажиров традиционно выбрали московское направление. Рейсом Киров-Москва-Киров воспользовались 16 159 человек. Отмечу, что в апреле и начале мая из Кирова начнут летать самолеты по трем новым направлениям – в Калининград, Минеральные воды и Махачкалу. Также будут добавлены рейсы в Самару после включения Росавиации этого направления в перечень субсидированных маршрутов. В эфире «Экономика». Найден подрядчик для благоустройства площади перед Филармонией. Аукцион выиграла компания ГДМС. Ей предстоит сделать водоотведение площадки, где будет установлен памятник. Кроме того, на территорию филармонии будут установлены бордюры, уложен гранит, обустроено наружное освещение и подсветка. Также подрядчик установит малые архитектурные формы и выполнит озеленение. В мэрии отмечают, что дирекция по организации 650-летия Кирова уже заключила договор на поставку гранита и установку памятника Александру Невскому. Фундамент для памятника сделает бесплатно застройщик фирмы «Маяковская». Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.